Тихое уединённое место для прогулок и спокойного отдыха или центра активной творческой и спортивной молодёжи. Свои концепции благоустройства левого берега реки Сатис горожане представили на проектном семинаре, который Департамент архитектуры и градостроительства провёл в молодёжном центре. В игре приняли участие семь команд, в состав которых вошли ветераны, лидеры молодёжного движения, представители ядерного центра, образовательных учреждений, журналисты и волонтёры. Здесь выход к реке. Выход к реке, разумеется, городской пляж, пляжный волейбол здесь будет присутствовать. Недалеко будут располагаться игровые площадки. То есть мы пришли, детишек, туда, сами сюда, развлекаемся, веселимся, играем в стритбол. Также здесь есть, разумеется, прокат спортинвентаря, потому что здесь большое количество спортивных площадок, о которых мы уже упомянули, ну и, конечно же, пляжный футбол. Каждая команда получила генплан территории и стикеры с предполагаемыми вариантами благоустройства набережной, такими как пляж, фотозона, площадки для фитнеса, активных игр, велодорожки и прочее. Свою концепцию нужно было изложить в анкете команды. Обязательный пункт проекта – его название. Сатис-сквер, Неаполь, набережная имени академика Харитона. Предложенные варианты были самыми разными. У нас набережная сама носит название Харитона, Юлия Борисовича. И отдельно у нас такая зона – это сквер ученых. Мы сначала, кстати, когда рассматривали набережную, мы немножко забыли про этот уголок. Потом обратили на него внимание, подумали, что это будет отличным продолжением зоны как раз вот этой интеллектуальной Дома ученых, вот этого Итеровского поселка. Территорию для благоустройства выбрали путем голосования. Среди вариантов была городская площадь и лыжная база. 40% голосов соровчане отдали именно набережной. А значит, эта территория сможет преобразиться за счет федерального бюджета. Проект благоустройства представят на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Предложенные командами варианты по функциональному зонированию территории могут войти в конкурсную заявку. Многие идеи сходятся, многие идеи дублируют друг друга. Это значит, что сама территория, в общем-то, подталкивает к таким решениям, и они, наверное, все-таки логичны. Поэтому мы их будем учитывать при проектировании подготовки конкурсной заявки. И надо сказать, что мы конкурсную заявку также широко и обсудим на очных встречах, и тогда уже люди будут высказывать нам свои замечания и предложения к нашим проектам. Напомним, Саров дважды становился победителем конкурса «Малые города и исторические поселения», благодаря чему реконструировали парк имени Зернова и детский парк на улице Сосина. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.